В начале прошлого века идеи Шанель казались смелыми и экстравагантными. Спустя десятилетия они перешли в разряд элегантной классики. Сегодня говорить о ДНК легендарного бренда хотелось бы в никаких либо рамок и стереотипах. В первом решении строгую ахроматическую палитру дизайнеры решили подать в стиле смарт-кэжел. Повседневно и не лишено роскоши. Возможность пренебречь предсказуемыми канонами позволяет включенный в образ шелковый топ в бельевом стиле, отороченный кружевом шантильи и жемчуг в артистических декорах. В составе твида присутствует шелк, за счет чего он выглядит более нежным и пластичным в сравнении с классическим шерстяным. Удивительное свойство твида в стиле шанель в том, что подобный наряд можно повторить и в других цветовых сочетаниях. И это будет совсем другое настроение. Во втором решении более плотный твит участвует в сдержанном и собранном луке. Приталенный двубортный жакет дополнен классической кромкой бахромы в духе шанель. Цвет от ложного мехового воротника дублирует принт горох на юбке и скреп от ласа. Цвет меха, как, впрочем, и принт, вариативный в зависимости от преследуемых целей. А для более прохладной погоды шелк можно заменить на джерси. Это, кстати, тоже один из излюбленных материалов коко. Стиль шанель можно также трактовать в коктейльном и даже клубном варианте. Топ из шелка свободного кроя со стилизованным украшением из кружева и атласной ленты. Крупные цветы на принте верха удачно дополняют более мелкая клетка надвидовой юбки, которая в вечернем варианте приобрела двухъярусность. Для повседневной альтернативы образа можно выбрать не менее эффектные цветочные мотивы, но в более приглушенной гамме. Все, что предложили сегодня дизайнеры, выходит далеко за рамки консервативного. А все потому, что идеи легендарной Мадмуазель современная мода может трактовать в самых разных стилях. От драматического и артистического кэжел до линжери или спортшика. Продолжение следует...